Угородня, конечно, интересна тем, что она в угле есть, в том смысле, что она не была изнижена. Это, как бы, первое, если так глядеть из боку истории городов Беларуси, а иншая справа, что, да, Угородня, действительно, на самой справе по меже, скажем, вот это польско-литовско-белорусское, оно вельми, и оно в городе, как бы, в неком смысле, отшивается. Так само у меня возник такое питание, чему белорусы не разговаривают на белорусском языке. Ну, такое наивное, достатковое питание. Приехал человек, да, из Берлина, скажем, у немецкой на немецкой мове, у польши на польской мове. Причем у Польши все обовязково. У России, по всю, вот, у всей России, скажем, навец, такая, российская, русская мова, не шмат диалектов, скажем, а у Беларуси некая такая, так само, русская мова, вот, дивно. У меня были справа знайсти с початку человека, який будет со мной, скажем, разговаривать. У меня были некие складанности. Ну, у меня были там некие знакомые. Ну, скажем, знайсти у городе людей, який будут, скажем, просто разговаривать на мове, так само складано, как у Менского. Мне задается, что без разницы на самом деле. на самом деле. И, и так у, и у, и у, и у, и у наших аспектов, что там, скажем, те люди, які займаются вот этими культурными питаниями, ци это у поляков, ци у белоруссов, без разницы. Мне задается, без разницы, что им, да, они займаются своей справой, но их, их не шмат. Я не уплыв, уплыву в городе, а мать, что не мают. Вот, и, и, в этом сенте, конечно, да, Городня, там, некая столица, там, княжества, или там, Стефан Батор и все, все это, все, все верно, но я, я не лечу, что Городня за раз, совсем иншая, скажем, чем, иншие города. Атмосфера я найдусь, но ее, скажем, я сам, вот, я, я, я веду, что я сам удельничаю, скажем, в процессе вот конструкции вот этого мифа, вот, абсолютно. Потому что, в принципе, нет, это, это все доброе, и там в улице узенькие, и, и шмат старых будинков, и, и сама, сам Ньоман, и городница, и все это, конечно, время текало, но, коли там, знаходишься, вот, уже не первый год, а уже, там, дуги, а шо, ну, то, скажем, от этого, вот эта аура так не уж, не сусим шмат состоится, на мой взгляд. Треба признаться, что спроба, скажем, аховы старого города, и, скажем, бороть, некая боротьба за, за ее, да, за ее уникальность, скажем, и за ее, это есть что-то, особливо, что есть в этом городе люди, какие, наконец, кажут, что это наш город, и он повинен быть таким и таким, и оно не просто, это не просто фразы, некие вот, а они занимаются и историей, и археологией, и, в принципе, архитектурой, и, и иншими питаниями, и… Это какая-то группа людей. Да, это группа людей, я их, я их у всех ведаю, это все мои добрые люди, и, скажем, сам факт, что я не есть, и что у нас самая справа, скажем, есть вот этот момент, потому что это, это наш город, и это, в нашем смысле, что это никто, мы никому не отдадим, скажем, наши родные. Это очень важный момент, конечно, у них сил не шмат, ну, все они обмежевают в своих, скажем, в своих деяниях, но, но сам факт, что они, как бы, спробуют что-то сделать, это время важно, потому что, вот, это, они, как раз, только створяют вот этот капитал, символичный, який потом только, над чем они будут выкрасывать, и мне это очень уразило, и я, как бы, лично, что я, в неком смысле, и удельник в этом, ну, как бы, свои справа, свою справу могу заработать для этого. Я, если шина, я пять годов займался только вот этим питанием, чему люди угородние не разговаривают по-белорусскому. Вот, это одна шестая, шестая моего жития, те, шестая, те, будем. Вот. Ну, и для того, чтобы отказать на это питание, мне пришлось написать историю межвоенного, межвоенного родня, особенно с межэтнических соотнослием и питание, ну, где тут белорусы, вот чем могла быть в угле белорусской, скажем, вот этого города. Ну, в принципе, я там шмат, ну, шмат я там не нашел, ну, все-таки я занимался этим питанием. Потом, конечно, у меня тезис, что люди не разговаривают о том, что пришла, скажем, вёска угород, и она добровольно перешла на российскую мову. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова